Всем привет, друзья! Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу. Шольц не дотянул до уровня Меркель. Расхлебывать за Берлином будет весь блок. Германия стремительно теряет статус лидера ЕС, пишет и экономист. Беспомощность и некомпетентность Берлина становятся серьезной проблемой для всего блока. Одна из причин происходящего – слабость канцлера Олафа Шольца, который так и не дотянул до установленной Меркель-планки. Причиной тому слабый канцлер из Клоки в рядах коалиции. В середине 2010-х годов, когда пришибленный Евросоюз перебирался из одного кризиса в другой, там была одна неизменная величина. Германия и особенно ее канцлер Ангела Меркель были звездами, вокруг которых обращались по орбите остальные страны Европы. Южноевропейские государства задыхались от мер строгой экономии, так как им пришлось смириться с ценой за экстренную помощь. Но если вы побываете в Брюсселе сегодня, то не услышите там ничего, кроме рассказов о некомпетентности и беспомощности Германии. Кризисные явления в трехпартийной коалиции Олафа Шольца расползаются по всей Европе, осложняя ее повседневную деятельность, так как правящие партии Германии ссорятся и враждуют между собой. Старые альянсы меняют свой облик, а друзья Германии действуют в обход Берлина. Похоже, канцлер Шольц не обладает талантами Ангела Меркель, которая заключала сделки терпеливо и умело. На саммитах лидеров ЕС он выступает с заявлениями оппозиции Германии, и сильно удивляется, когда остальные отказываются ему подчиняться. Несбывшиеся надежды на лидерство Германии – это не новость, и преодолеть эту проблему непросто. Коалиции, суды и федеральные устройства страны – все это делает процесс принятия решений неудобным и обременительным. Иногда все получается. Зайтанвент, или смена эпох, стала подлинной трансформацией внешней политики Германии и политики ее безопасности. Вызвано это тем, что они верят Шольцу на слово, когда тот говорит, как в момент вступления в должность, что Германия несет особую ответственность за Европу. Это верно как никогда, если в других местах лидерство отсутствует. Традиционный, хотя порой своенравный партнер Германии Франция, оказалась парализованной после опрометчивого решения Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы. Другие лидеры имеют определенный вес и значение при решении тех или иных вопросов, однако никто из них не может сравниться с авторитетом и влиянием Германии. А без энергичной немецкой поддержки некоторые вопросы из повестки ЕС рискуют оказаться в подвешенном состоянии. Во-первых, Шольц назвал приоритетом для Европы расширение ЕС за счет принятия других стран. Но чтобы этот процесс не увяз в бюрократической трясине, Германия должна вступить в борьбу со скептически настроенными правительствами. Готовясь к расширению, ЕС должен также реформировать себя. Например, изменить свою дорогостоящую сельскохозяйственную политику и урезать странам-членам права вета. Формирование союза рынков капитала тоже потребует от Германии очень многого. Это стоящий и важный проект, который позволит увеличить объем частных инвестиций в Европе. И предстоящая в ЕС дискуссия по вопросу о том, на должной ли высоте его правила внутреннего рынка и государственной помощи в условиях американо-китайской, также предъявит Германии серьезные требования. В Китае есть старая поговорка, братья должны платить по счетам. КНР и Россия сейчас переживают в отношениях период бурного роста, однако между ними по-прежнему то и дело возникают шероховатости. По словам китайских журналистов, Москва некоторое время назад рассказала о желании взять денег в долг у Пекина. Об этом сообщает издание Tencent. Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что переговоры с Китаем о займе денег ведутся уже давно, однако этот вопрос до сих пор не решен, отмечают авторы китайского издания. Обозреватели Tencent констатировали, что нет ничего необычного в том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о кредите. Большинство стран одалживают друг у друга, а США так и вовсе накопили такой госдолг, который выплачивать придется еще много десятков лет. На этом фоне в Москве были уверены, что договориться с Пекином о займе будет несложно, тем более что сейчас отношения между странами хороши как никогда. Однако в КНР не торопятся давать положительный ответ на просьбу Москвы. Как считают китайские журналисты, такая ситуация совершенно не устаивает российского президента Владимира Путина, который ожидал от Китая, что он будет более сговорчивым. Средства нужны для реализации ряда крупных проектов. Однако Пекин не торопится, и его поведение вызывает озабоченность у Кремля. Однако вышесказанное не означает, что текущая экономическая ситуация в России плохая страна закончила 2023 год с дефицитом бюджета менее 2% ВВП, чем не могут похвастаться многие европейские страны, констатировали китайские журналисты. По оценке аналитиков Тенсент, у руководства Китая явно есть какие-то свои соображения насчет того, давать ли России денег в долг. Судя по всему, сумма, о которой просит РФ, достаточно большая, как и срок погашения кредита. В этой связи нельзя исключать того, что Пекин откажется дать России взаймы. Независимо от того, как закончится история с кредитом, мы надеемся, что Путин не усомнится в дружбе китайского народа. Обе страны в настоящее время находятся на переднем крае с американской гегемонии и имеют слишком много общих интересов. Объем торговли между странами превысил отметку в 200 миллиардов и в следующем году должен быть еще выше, рассказали китайские журналисты. Расчеты Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО на разрушение экономики России масштабными санкциями полностью провалились. Российская Федерация не только не обанкротилась, но и испытывает рост экономики и сама кредитует другие страны. Какие именно и почему? Подводя финансовые итоги года, Всемирный банк отметил, что долги других государств перед Россией в настоящее время выросли почти на 9% 8,7% и достигли рекордных отметок за все время правления Владимира Путина. В общей сложности эти долговые обязательства перед нашей страной по кредитам составляют 28,86 миллиардов долларов. Тут надо отметить, что в 1999 году этот показатель составлял 32,8 миллиарда долларов. На основании данных Всемирного банка можно составить своеобразный рейтинг самых больших должников Российской Федерации на международной арене. Орбан выдал секрет, о котором умалчивает Шольц в деле подрыва северных потоков. Ни для кого уже не секрет, что Европа из более-менее самостоятельного региона давно превратилась в покорного исполнителя поручения от США. Из всех европейских лидеров по этому поводу высказался только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В процессе своего недавнего выступления Орбан произнес резкую речь, в которой раскритиковал своих коллег по ЕС и заявил, что объединение встало на путь, жертвуя своими политическими и экономическими интересами в угоду Вашингтону. Особенно венгерского политика возмущает факт подрыва газового пути Северный поток, за которым убежден Орбан, стоят Соединенные Штаты. Берлин пытается замолчать об очевидном акте, направленном против законной собственности ФРГ, блокируя все расследования и инициативы по поиску виноватых. Нежелание поднимать данный вопрос юридический министр приравнял к капитуляции. Уже 26 сентября исполняется два года с момента диверсии на отечественном газопроводе Северные потоки. Исполнителей и заказчиков совместными силами искали шведы, датчане и немцы, однако вот парадокс, ни один из преступников так и не был найден. Кремлю доступ к материалам следствия предоставлять наотрез отказались. Президент России Владимир Путин о произошедшем высказался коротко. Устроили те, кто нашел в этом выгоду, очевидно намекая на англосаксов. Вскоре на Вашингтон посыпались независимые расследования, одним из которых стали материалы американского репортера Сеймура Херша, в которых журналист поэтапно изложил предполагаемый сценарий участия спецслужб Соединенных Штатов в разрушении обоих потоков. Белый дом при поддержке ЦРУ обвинил Херша во вранье и провокациях, однако в Москве к проекту призвали присмотреться. Глава Совета ФРГ по Конституции и Суверенитету Ральф Немайер в телевизионном эфире подчеркнул, что он и его коллеги не раз обращались к правительству Германии с просьбой предоставить им детали расследования, однако добиться вразумительного ответа так и не смогли.